От гиревого спорта до лыжных гонок. Областные сельские спортивные игры – возможность показать себя и обменяться опытом. Стоит отметить, что знаменитые ульянские спортсмены – выходцы именно из сёл. К примеру, Виталий Константинов, уроженец Чердоклинского района, завоевал золотую медаль в состязаниях по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Монреале. А Юрий Захаревич из села Мокшина установил 41 мировой рекорд, самый первый из которых на чемпионате мира в Югославии. Спортсмены из 18 муниципальных образований сёла Ульянской области боролись за победу в зимних сельских играх. Спортивные таланты всё-таки в основном пока ещё в районах, в деревнях и сёлах. Почему я так говорю? Ну, во-первых, я мальчишка сам деревенский, в деревне жил и приехал сюда в пятый или шестой класс. Знаю, что такое не понаслышке таскать воду, колоть дрова. То есть ребятня там всё равно немножко покрепче. Свою силу Даниил Колчин из села Чеботаевка Сурского района применил в гиревом спорте. Юноша поднял две гири весом 24 килограмм каждая. Даниил признаётся, в своих силах он уверен. А эти соревнования не первые в его жизни. Главное – хорошая физическая подготовка и сила воли. Надо дальше идти вперёд, больше делать, в два раза больше. Если не в три. На победу вообще защитываю? Да. Готов рвать и метать. Принять участие в соревнованиях по гиревому спорту можно с 18 лет. А вот финальная планка не установлена. Так, Виталию Кузьмичу 61 год. Мужчина отмечает, после долгого периода ограничений массовых мероприятий, зимние сельские игры – настоящий праздник для спортсменов. Приятно то, что начинает возрождаться. Мы участвуем уже более 30 лет. Столько друзей, столько эмоций, сколько положительных эмоций. Встречаемся, общаемся. Приятно то, что начинает возрождаться опять. Дай Бог, что всё было до днях, всё нормально. Пока одни тягают гири, другие разминаются перед лыжными гонками. В них приняло участие около 50 спортсменов. В ряду болельщиков, помимо родителей, сибирские хаски. Семья Меньковских обычно участвует в соревнованиях вместе с четвероногими. В одноартах или по-другому упряжке – четыре собаки. Сегодня же их сын выступает сольно. Сегодня мы в качестве поддержки приехали сына поддержать, потому что в тот же самый Киров он у нас едет как спортсмен на лыжах и одна собака. То есть собака через потяг привязывается к спортсмену, собака впереди, спортсмен на лыжах за ней и помчались. На торжественной церемонии открытия десятых областных зимних сельских спортивных игр губернатор Ульяновской области обозначил основные векторы развития спортивной индустрии региона. По словам Сергея Морозова, именно сейчас начинается новая эпоха в модернизации физической культуры. Преобразования пройдут по программе «Большой спорт на селе». В этом году мы предусмотрели строительство новых и модернизацию существующих сразу десяти крупных спортивных объектов сельской местности. Мы предусмотрели установку 13 крупных уличных спортивных площадок, трёх площадок ГТО, девяти хоккейных кортов, причём сразу с модульными профессиональными раздевалками. По проекту в Ульяновской области реализуют комплексный подход в создании условий для занятий спорта в сёлах. Программа будет действовать до 2025 года.